Это всё может произойти уже в конце 2019 или в начале 2020, то есть уже на протяжении 6-7 месяцев. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и что, если я скажу вам, что вам не нужно будет ждать целых 3 года, а может и больше, пока биткоин не вырастет до 100 тысяч долларов? Да, это действительно возможно уже к концу этого года, и это не моё мнение, это точка зрения Тайлера С. По его мнению, уже в конце этого года биткоин будет стоить как минимум 160 тысяч долларов, а лайткоин — 2 тысячи. В это крайне сложно поверить, я это понимаю, но именно потому, что люди не ожидают этого, это и может произойти. Да, его стратегия, возможно, сложна для понимания, но тем не менее, я хотел бы, чтобы вы её услышали и услышали на русском. Пока я переваривал её, у меня просто вскипели мозги. Кстати говоря, учитывая, что лайткоин уже в августе ожидает халвинг, есть у меня подозрение, что этот прогноз может сбыться. Давайте смотреть, поехали. Сегодня у меня для вас всего лишь одна тема для видео. Лайткоин будет стоить 2 тысячи долларов. Интересно, не так ли? В пример я приведу несколько очень убедительных аргументов. Также я отвечу на такие вопросы, когда и почему лайткоин будет стоить 2 тысячи долларов. Это может вас шокировать. Но прежде чем мы начнём, я хочу сказать, что это не финансовый совет, это моё личное мнение, основанное на информации, которую я получаю. Вы должны понимать, что вы торгуете и покупаете на свой страх и риск. А теперь перейдём к теме видео. Прежде чем говорить о лайткоине, сначала рассмотрим биткоин. Лайткоин довольно тесно связан с биткоином, поэтому это очень важно. Думаю, вы уже слышали, что каждый буллран биткоина в процентном соотношении уменьшается по сравнению с предыдущим. Последний такой забег принёс инвесторам в биткоин около 1500% прибыли. Другие монеты отчасти получили намного больше прибыли, очевидно, потому что они имели меньшую рыночную капитализацию. Но думаю, все уже понимают, что с каждого предыдущего максимума до нового добраться гораздо сложнее, так как рыночная капитализация растёт. Возможно, это не так уж и сложно, но вы должны понимать, что в мире существует определённая сумма денег. Когда биткоин вырос с одного цента до тысячи долларов, это составило огромный процентный рост. Мы никогда не увидим, как биткоин будет расти с 20 тысяч долларов до триллиона, потому что денег просто не хватит. Но всё ещё существует спора о том, будет ли биткоин стоить миллион долларов, а это уже гораздо более разумная и вероятная цифра. Лично я считаю, что это возможно, учитывая некоторые обстоятельства. Например, что биткоин в этот момент будет основной валютой в ведущих странах, а доллар США перестанет быть настолько ценным. В любом случае, кроме того, что процентный рост каждого буллрана уменьшается, есть ещё один аргумент, что и временные отрезки между бычьими рынками также сокращаются. Но что это значит? Это значит, что буллраны происходят всё быстрее и быстрее. Будет ли это продолжаться вечно? Не обязательно. Но это может произойти во время следующего бычьего забега или даже следующих двух. Я думаю, это определённо возможно именно поэтому мы говорим об этом. Теперь посмотрите на максимальную цену биткоина в 2013 году, которая стала пиком не для последнего бычьего забега, а предыдущего. После чего происходил откат цены. Так что от исторического максимума этого бычьего забега до следующего, когда биткоин вновь достиг этой цены, прошло примерно 1100-1200 дней. После того, как он коснулся этой линии, биткоин должен был отскочить, что, собственно говоря, он и сделал. А пробил он эту линию уже со второй попытки. Это было во время очередного бычьего забега в 2017 году. И этот пример показывает наглядно, что временной промежуток между бычьими забегами сокращается. Вся эта информация также относится и к лайткоину. Теперь я собираюсь перенести эти данные на лайткоин. Именно для этого мы взяли биткоин в качестве примера. Мы также учтём халвинг для лайткоина, который наступит уже через два месяца. Ещё раз, этот бокс обозначает прибыль, которую принёс биткоин своим держателям. От отметки предыдущего исторического максимума в 2013 году до нового пика в 2017. Эта прибыль составила приблизительно 1400-1500%. Теперь, помня о том, что и сами булраны, и временные отрезки между ними постоянно сокращаются, давайте нарисуем всё то, что уже было в прошлом, но разделённое на два. Вместо 1500% у нас будет 750, а вместо 1100-1200 дней около 600. Таким образом, мы уменьшим процентный прирост для следующего максимума. И мы должны принимать во внимание тот факт, что монета лайткоин потенциально недооценена, что может повысить её стоимость в будущем. И теперь интерес заключается в том, что мы приближаемся к этим областям на графике, мы уже совсем рядом. А теперь давайте просто сделаем безумное предположение. Вы знаете, что мы уже видели параболическое безумие в течение последних нескольких дней, и оно не становится меньше. Многие люди были абсолютно шокированы тем, что это движение не перешло в какую-либо глубокую коррекцию или откат. Но я лично думаю, что это всё ещё может произойти. Но давайте посмотрим на другую, немного сумасшедшую вещь здесь, потому что во время бычьего забега всё, что вы видите, это непрерывные восходящие тренды. Потом вы видите этот откат и думаете, вот, сейчас он начнёт падать. Но нет, потому что это непрерывный восходящий тренд. Потенциально это то, что здесь происходит. Используем ту же стратегию и те же паттерны, которые были в прошлом, и видим, что самые пиковые цели биткоина в новых исторических максимумах – это почти 200 тысяч долларов. Около 160, если быть точнее. Таковым может быть следующий потолок. Если мы возьмём процентный рост от исторического максимума рынка в 2013 до максимума в 2017, а затем перенесём этот сценарий от исторического максимума в 2017 до следующего бычьего рынка. И если мы всё это сделаем, то поймём, что это всё может произойти уже в конце 2019 или в начале 2020, то есть уже на протяжении 6-7 месяцев. Ребята, я просто свой комментарий сюда вставлю, в это крайне сложно поверить, но очень хочется, правда. И это очень напоминает нам май 2017 года. Вы знаете, что май тогда был действительно захватывающим для биткоина и криптопространства в целом. Даже несмотря на то, что иногда были достаточно солидные откаты, но потом просто парабола. Сейчас мало кто такое ожидает, поэтому есть мнение, что повтор такого сценария вполне возможен. Так что это то, на чём базируется мой сценарий. И если это произойдёт, то к концу этого года мы увидим биткоин за 160 тысяч долларов. Это будет самый невероятный бычий рынок в истории, который точно всех удивит. Тогда у биткоина будут все шансы стать признанной мировой валютой, доступной во всех странах мира. Теперь давайте взглянем на лайткоин. Для начала я хочу поговорить о краткосрочной перспективе лайткоина, а затем наложить на него то, что мы уже видели в биткоине. Если последний действительно войдёт в полноценный бычий рынок и станет абсолютно параболичен. Я думаю, что цена в 200-250 долларов – это те отметки, на которых лайткоин будет находиться перед самим халвингом. Я думаю, что это имеет большой смысл, учитывая уровень 61,8 по Фибоначчи. Сам халвинг запланирован на август, поэтому если этот параболический тренд продолжится, то мы получим более 200% прибыли. Так что забрав прибыли на 200%, я думаю, нам нужно будет идти и потенциально достигать абсолютно сумасшедших, небывалых максимумов. И учитывая то, что лайткоин является недооценённой монетой, всё это делает ситуацию ещё более сумасшедшей, ещё более вероятной. Возможно, что к концу 2019 года лайткоин будет стоить 1860, 1900 и даже 2000 долларов. Если мы просто нарисуем эту линию, которую вы видите, то всё это выглядит очень безумно. Но если мы посмотрим на картину более глобально, то это уже не выглядит так сумасшедше по сравнению с прошлым. И дело в том, что если мы бросаем вызов прошлому, то давайте сделаем этот бычий забег самым крутым в истории. В итоге мы можем ожидать 2000 долларов за лайткоин к концу 2020 года. Ребята, что вы думаете об этом видео? После его просмотра я просто впал в ступор. Пишите ваши комментарии, зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok